В преддверии главного праздника года кипит работа на фабрике елочных игрушек в Нижнем Новгороде. Украшения выдувают вручную. Стекло при высокой температуре похоже на карамель. Самая популярная игрушка наступающего года – крыса, символ года по восточному календарю. Или же её любимое лакомство – кусок сыра. Разогретое стекло помещают в специальную пресс-форму. Но самая трудоёмкая работа по-прежнему – обычный шар. Шар вообще считается самой трудной. Это нужно настолько точно разогреть пульку, чтобы ровный получился шар. Стеночки ровные. Если стенки неровные, он где-то вылезет вот туда вот неровность. И получится ведро. Если в дореволюционной России главным зимним праздником было Рождество, то в советское время до 1936 года гуляния у ёлки были под запретом. Позже праздник вернули, но вместо Рождества стали отмечать Новый год. Изначально украшения делали из бумаги и ткани. Сегодня же трудно представить новогоднюю ёлку без стеклянных шаров. В художественном цеху Нижегородской фабрики знают, как создать правильную атмосферу. Кружка должна быть точно яркая, красивая, блестящая. Народ любит, чтобы она была такая красивая, на ёлке смотрелась. Ну и, конечно, должна быть добрая, с хорошим вкусом и настроением нарисованная. Фабрика «Ариэль» работает с 1936 года и не останавливала производство даже во время войны. В рабочем месте также присутствует волшебная природа.